Ну что, ребятки, привет! Смотрим, что есть из машин бывших употреблений, бэушных. Рощи Восток в Москве. Собственно говоря, что сейчас делают дилеры в связи с тем, что ситуация как бы начинает накаляться, заводы стоят. Две причины, почему они стоят. Первое, это санкции. Второе, это нарушение цепей поставок, составляющих автомобили, иными словами, запасных частей. В связи с этим, чем сейчас занимаются стеревятники, иными словами, так называемые дилеры. Они берут, идут на сайты объявлений авто, и смотрят более или менее хорошие варианты. Ну, как хорошие варианты. По пробегу начинают названивать владельцам машин. Некоторые узнают, некоторые говорят, что я там Вася, я Алена, я Пенелопа. И, чем узнают о машине, и спрашивают, типа, ну, почему продаете, сколько хотите за машин. Затем говорят, что мы звоним вам с автосалона. Мы готовы у вас выгодно приобрести машину. Прям, прям идеально выгодно на ваших условиях. Что вам требуется, это только взять свое тело и приехать в автосалон. Для того, чтобы мы смогли проверить вашу машину и сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ну, по факту, ребятки, что я вам скажу. Это самое что ни на есть обман. Никто вам за вашу машину, никто, напомните, не будет давать цену рынка. Потому что дилеры, если они более-менее скромные, они будут накидывать под 100. А те, кто жадные, будут накидывать под 200, под 300. А некоторые под 500 тысяч на машину, да, поверьте. Есть и такие товарищи, которые этим и занимаются. Поэтому, ну, не верьте им, собственно говоря. И продавайте машину через сайт. Лучше частникам, чем этим дилерам, которые в последнее время, мягко говоря, зажрались. Во втором видео я расскажу, что такое трейд-ин в Москве, в котором вы работаете. Продолжение следует...